И, конечно, избежать таких больших разрушений и массовой гибели людей, конечно, позволила и система оповещения, система эвакуации, более 2000 человек просто мы вывели на возвышенность. Люди, в общем-то, это сделали добровольно, скажем так, принудительно. И, конечно, за эти годы здесь была проведена достаточно хорошего качества очистка русла, реки. Естественно, проход воды был кратно увеличен. Если бы этого не было, то понятно, что разрушений и других потерь было бы значительно больше. Скажите, пожалуйста, как сейчас будет оцениваться размер ущерба? Как будет организована эта работа? Потому что в прошлый раз были, опять-таки, нарекания со стороны людей, что ходили чиновники, но какой-то давали свою оценку и что просили, чтобы простые люди тоже участвовали в этой работе. Ну, вы знаете, конечно, это такая очень сложная материя. Конечно, каждый человек, семья считает, что разрушений было больше. Каждый хочет, естественно, получить и помощи, и поддержки больше. Но, конечно, такой спорный вопрос. Входят профессиональные комиссии, специальные людей, обученных, представители БТИ, строительных организаций. И, конечно, уже исходя из опыта Крымска, мы, безусловно, будем подключать к этой работе и общественность. И, что касается помощи непосредственно, то уже принято решение, и сегодня я говорил по телефону с президентом Российской Федерации о том, что уровень поддержки будет не меньше, чем крымский. Потому что, ну, собственно, когда вода на метр и выше в доме, конечно, мы прекрасно понимаем, что ничего не сохранилось. То есть вся бытовая техника, имущество и так далее. Поэтому 150 тысяч на каждого пострадавшего, члена семьи, плюс 10 тысяч на, это первая помощь, на предметы первой необходимости, итого 160 тысяч. И плюс 125 тысяч на домовладение, на капитальный ремонт. Вот примерно объем поддержки, который будет буквально в ближайшие дни выдан и перечислено на счета, так сказать, пострадавших. Конечно, кроме этого, большие разрушения и последних работ требуют вся социальная сфера. Это и школа, это и адвокатский садик, это и больница поселковая, достаточно большая, это водовод, это котельная и так далее. То есть порядка ущерб, мы сегодня уже обсчитываем только для краевого бюджета, будет порядка миллиарда рублей. Это значительная сумма, 5 миллиардов в крымске, миллиард здесь. Ну и не думаю, что это еще окончательная сумма. К сожалению, она растет и мы несем, в общем-то, непоправимые потери из краевого бюджета, незапланированные. Но, тем не менее, никто не будет брошен, все будет выплачено в сроки вовремя. И плюс, хочу сказать, что эти средства мы выплачиваем 50 на 50 сферальным центром, правительством Российской Федерации. И, конечно, очень надеюсь, что, так сказать, мы сможем и пережить, и это достаточно для нас сложное финансовое бремя. Александр Николаевич, а когда люди уже смогут получать сообщения? Потому что информационное агентство приводит разную информацию, то через несколько дней, то ли в четверг. Вы точнее можете сказать? Именно о чем сообщение? Смогут получать первые деньги компенсации. А, ну я уже сказал предыдущим, так сказать, о том, что послезавтра мы делаем все, чтобы уже первые выплаты пошли непосредственно на руки, на счета пострадавших, жителей Новомихайловского поселения. Понятно, Александр Николаевич. Это достаточно быстро, потому что, понимаете, все нужно просчитать, все нужно, каждую бумажку, естественно, проверить. Это финансы, это, естественно, потом это все проверяется. Но, тем не менее, мы сделаем все, чтобы достаточно быстро люди получили деньги и могли, конечно. Но, кроме этого, сегодня, как вы понимаете, мы и воду развозим, это гуманитарная помощь, это, конечно, и питание, горячее питание. Поселок также разбит на шесть штабов, как мы это сделали по Крымску. Здесь работает более полутора тысяч человек, это и рабочих, волонтеров, это и строители, это представители кубанских предприятий. Но, в общем-то, люди не брошены. Медицина достаточно хорошо работает. Предприятия МЧС и федерального центра, и наши краевые спас, ну и так далее. Военные отчасти нам помогают. Так что, надеюсь, что мы справимся и с этой бедой. То есть, больше дополнительной помощи вам не нужно? Регионы имеют в виду, к краю? Ну, на данную минуту нет. Мы, естественно, хотели бы помощь, как и по Крымску, в основном, видеть в качестве материальной помощи, финансовой. Потому что, как вы понимаете, это большие выплаты, это огромные выплаты, которые нужно провести в короткий срок, в больших объемах. И, конечно, как я сказал, уже для нас это большая финансовая нагрузка. Но, тем не менее, я знаю точно, что федеральный центр нас не оставит один на один с этой бедой. Уже приняты соответствующие решения. Я разговаривал сегодня и с вице-премьером, и с министрами. В общем-то, все очень охотно нам помогают и все переживают. Так что, мы работаем одной единой командой. Александр Николаевич, а как вы считаете, сколько времени могут занять восстановительные работы? Вы были на месте, видели объем разрушений. Как скоро может жизнь вернуться в этот поселок? Ну, конечно, нас лимитирует холода, естественно, осень. Сегодня, кстати, был самый холодный день лета. Температура режима, примерно, днем 22 градуса, вечером уже пониже, 18-16. Завтра будет повышение температуры. Надеюсь, что полутора-два месяцев хватит для того, чтобы провести все необходимые работы и в плане социальных объектов их вести в строй. Ну, конечно, чтобы каждый житель мог отремонтировать свое жилье. Александр Николаевич, планируете ли вы открыть какие-то счета для помощи со стороны волонтеров? Ведь просто не без различных людей, потому что, помятую, как было в Крымске, практически вся страна откликнулась на эту беду. Да, я считаю, что это правильно, потому что очень большое количество людей, которые сострадавшие, которые желают нам помочь, не только в Крае, но и со всей страны. Мы это видели по Крымску, поэтому, конечно, да. Спасибо вам большое. С нами на прямой связи был губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Крымску.